Привет! Я очень долго не решался опубликовать это видео из-за того кошмара, который сейчас творится, но всё больше авторов, которых я уважаю, говорят о том, что если есть что публиковать, то, в общем, надо публиковать как минимум потому, что как бы это высокопарно не звучало, чтобы это был, скажем так, лучик добра в этом беспросветном просто мраке окружающей реальности. Так что прошу прощения у тех, кого оскорбит то, что я решил выложить своё развлекательное видео прямо сейчас. Ну и, в общем-то, всё. Приятного просмотра. Фонг хаос. Как много в этом звуке. Но чтобы его написать сильно много звуков не надо. И первое, что нам понадобится, это, конечно же, прямая бочка. Что с ней сложного? Это просто прямая бочка. Делаем её длиной в одну четверть такта. И продлеваем, ну давайте, на 8 тактов. С ковбелом всё чуть поинтереснее. В нём давайте поковыряемся. Во-первых, в моде выставим стретч, чтобы можно было его растянуть. В тайме выставим типа 4. Вот так. Вот так нормально. И ещё можно по желанию включить ему cut itself. И ещё, чтобы у нас была хоть какая-то музыкальная основа, я хочу на задний план какие-нибудь аккордики подкинуть из аналог лаба. types, ambient, pads. И у меня вот здесь вот уже отмечены те, которые мне нравятся. Нет. Да. Тональность я выбрал C-sharp-минор. И пропишем аккордики. Первый, естественно, это C-sharp-минор. Вот так. Нет. Вот так, чтобы побогаче звучало. То есть просто разнесли аккорд на целых две октавы. Вторым аккордом будет F-sharp-минор. Мы могли бы, конечно, сделать вот так вот. Но тогда, по-моему, получается слишком большое движение вниз. А если мы сделаем вот так вот, то есть самой нижней ноткой сделаем A, то получится... ...поприкольнее. И тем более, что следующий аккорд мы тоже сделаем A. То есть, типа, просто A. Это будет A-мажор. Но давайте-ка мы сделаем из него Сус-2. То есть переместим терцию на шажочек вниз. И поместим ее повыше. Да. И следующий аккорд тоже давайте сделаем A. Чтобы сильно далеко не ходить. Но его сделаем уже без применения терции вообще. Просто E и наверху E тоже. Мне нравится. И можем продублировать ее на атмосферке. То есть специальный раздел звуков в аналоге есть атмосферы. Type-E, атмосферес. Тут мне тоже несколько звуков нравится. Например. Или. Давайте пока вот этот выберем. Ctrl-C, Ctrl-V. Ой, слишком высоко они звучат. И теперь у нас есть уже какая-то мелодическая основа. И пропишем. К в бельчике. Что-то типа... То есть что-то типа... Нет, на C-шарп. И здесь будет F-шарп. А вот здесь А и А. Потому что у нас как бы первая нотка будет идти по аккордам. Вот это слишком пусто. Мне не нравится. То есть и так. Теперь вот это дублируем. Сюда. Это на А. И вот просто вот так. Только здесь. С F переезжает на А. И с F на Е. Или... Вот так на А лучше звучит. Как-то вот так. И теперь сюда хорошо бы добавить акапеллу. Но чтобы с авторскими правами не было проблем, поищу акапеллу на Лупермане. Вот простой фильтр я настроил. Verse, Rap. Все. Больше я ничего не трогал. Сейчас что-нибудь поищем. Думаю, возьму вот эту акапеллу. Она такая близкая нам по темпу. И довольно плотная по речитативу. Так что просто ее скачиваем. Закидываем в наш проектик. И она 112. Так что давайте сначала проект наш подвинем на 112 BPM. Еще тут похоже есть вот эта так называемая нулевая секунда. Так что давайте выберем инструмент Sleep и ее уберем. Вот этот кусок мне нравится. Давайте возьмем его. Сильно много нам не нужно. Теперь в акапелле моде переключаем на Stretch. И проект замедляем обратно до 105 ударов в минуту. И еще здесь вот есть Вот такие пустые места. Сейчас мы их будем чем-нибудь забивать. То есть надо будет поковыряться в ритме этой акапеллы. Смысл этого куплета, наверное, какой-то невероятно важный. Но нам важнее ритм. Поэтому вот этот кусочек из предыдущей части берем и вставляем куда-нибудь вот сюда. Вот так лучше. Ну и здесь тоже нужно чем-то заполнить это. Вот это прикольно звучит. Два раза подряд просто повторим. Ну и как в прошлый раз, я прошу вас поставить лайк этому ролику. Потому что прошлое видео благодаря вашей поддержке увидело гораздо больше людей. Так что если вам нравится мой контент, то я предлагаю вам прямо сейчас поставить лайк прямо под этим видео. Спасибо. Первым делом закинем на мастер RC20. Выключим все, кроме нойза. Тут есть прикольная функция follow. То есть громкость шума как бы следует за громкостями нашего трека. Йо, давайте крутонем процентов на 70 и нойз типа. Чтобы он не отчетливо супер-мега был слышен, а просто ощущался. И скетч-кассет 2 добавим еще на мастер. Давайте type 2, наверное. И в конце всего этого, конечно, стоит клиппер. А пока займемся остальными звуками cowbell. Первым делом шиммер на него. Шиммер-шиммер, чтобы подымить. Пресет я использую concert hall обычно. Конечно, очень здорово, но чуть-чуть многовато. Давайте 12, остановимся на этом. Еще я хочу повесить сюда в L-Hallu Vintage Verb. Зачем, спросите вы? Потому что я могу, отвечу я. И L-Hallu. И, конечно же, эко-бой. High-cut, low-cut поднимаем. Mix чуть убавляем. Feedback и добавляем. Стандартная процедура. И всю вот эту дичь с cowbellum я делаю, во-первых, потому что я хочу, чтобы он был максимально большим в этом треке. А во-вторых, потому что без капельки грязи фонг это не фонг. Давайте займемся капеллой. И, конечно, первым делом на нее мы закинем RC-20. Потому что это кнопка сделай low-fine. Турдеваем пространство. Но основной эффект мы сделаем декапитатором. Сейчас так, low-cut поднимаем посильнее, чтобы отрезать кис. И dark крутим тону в сторону dark. Какой-то такой эффект типа телефона нам нужно сделать. Еще совершенно не обязательно. Но очень хочется повесить шиммер тоже с контрат холлом. Только в это поменьше. Теперь очень важная часть. Нужно сделать сайдчейн на все от хика. Вешаем в фрутибаланс правая кнопочка мышки Create Automation Clip на громкость. И создается клип автоматизации. Нам нужно, чтобы он был у нас длиной в одну четверть такта. Правая кнопка мышки Copy Value. Это опускаем. Ставим точку. Face Value. Поскольку у нас хик в плейлисте, мы это даже визуально можем сделать. Как-то вот так вот. И повесим фрутибаланс на все остальное. Правая кнопка мышки Link to Controller. И выбираем наш клип автоматизации. Теперь сюда явно не хватает басца. И возьмем мы его из серума. Из вот этого пака. Вот этот пресет. И пропишем его просто по корневым ноткам аккордов. Естественно, на него тоже кидаем фрутибаланс. И также его линкуем с клипом с сайдчейновым. Ну и раз уж ты досмотрел до конкретно этого момента, то скорее всего тебе этот ролик понравился. Или хотя бы что-то в нем тебя зацепило. Поэтому я предлагаю тебе прямо сейчас подписаться на мой канал. Кнопочка подписаться есть внизу. Тогда ты сможешь сразу узнавать о выходе моих новых видео. И брать из них еще что-нибудь интересненькое. Прикольно уже звучит, по-моему. Но не хватает ритмических звуков. Например, именно вот такого типичного EDM-ного open-хета. И еще добавим вот этот, чтобы он ему подыгрывал. Расположим просто между киками. И каждый второй чуть-чуть потише. Да, то, что нужно, мне так нравится. И теперь я хочу добавить такой типичный фонковый снэр. Он есть у Майка Жары. Unix Snare. И он как-то... Вот он. Ну, у него дурацкий какой-то клик на конце. Его обрежем. Чуть-чуть... А вот подкрутим. Отлично. Еще можно добавить ритма обычным закрытым хэтом трэповым. Просто обыграем им немножко ритма капелла. Что-то типа... Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Типа вот как это. Еще есть одна идейка. Давайте возьмем какой-нибудь яркий. Вот такой вот примерно яркий хай-хэт. Пропишем на нем тоже такой же парт, как у прямой бочки. Только пониже. Уже прикольно звучит. Но мы отправим его еще и на канал нашей бочки. И на бочку повесим G-клик. Чуть-чуть подожмем. Еще чуть потише. И еще мы его сейчас расширим. Вот здесь вот в настройках. Стереодилей. Это точно добавляет стереоклика нашему кику. И это в целом то, что нужно. Окей, теперь я сделаю быстренький баланс громкости и эквализацию. Потом про все расскажу. И в аккордах, и в кавбелле, и в аккапелле я убавил середину. Во-первых, потому что они все серединистые. А во-вторых, потому что на них на всех есть так или иначе реверберация. И она еще сильнее грязнит эту середину. На тике я немножко добавил низкого пинка. И чуть-чуть убрал в районе 300 Гц. На все ударные, на групповой канал закинул чуть-чуть Сатурна. И на серуме, именно в сайде, прибрал низ довольно сильно. Потому что он, типа, в стерео слишком много саба было. И теперь на аккапеллу я хочу кинуть задротский вокодер. Что это такое? Давайте покажу. Альтер бой кидаем на первое место. Переключаем его в режим робот и включаем линк. И смотрите. Когда все на нуле, он будет всегда играть на нотке С. Нам нужно выставить его по ноткам аккордов. То есть по корневым ноткам. И мы можем сделать С-шарп. Это либо плюс один. Но это будет слишком высоко. Либо минус одиннадцать. Низковато, но так поприкольнее, по-моему. Теперь жмем вот сюда. Крутим на минус одиннадцать. Правая кнопка мышки. Create Automation Clip. Потом нам нужно поставить его на F-шарп. F-шарп это, по-моему, минус шесть. Снова жмем вот сюда. Ставим на минус шесть. Снова Create Automation Clip. И после этого нам нужно поставить на Up. Это минус три. Правая кнопка мышки. Create Automation Clip. Теперь их выставляем по очереди. Но чтобы этот звук только подмешивался, мы микс крутим наполовину. И чтобы этот эффект не играл постоянно, нам нужно правой кнопкой мышки Create Automation Clip настроить клип автоматизации Alter Boy. Похожую фишку мы можем сделать с ковбеллами. Также на него на первое место кидаем Alter Boy. Но просто включаем линк. Пич поднимаем на 12 полутонов. И микс крутим наполовину. Он тоже будет играть у нас не постоянно. Так что Create Automation Clip. Теперь давайте сделаем Split by Channel. Сделаю вступление. Для этого Make Unique Pattern на ковбелла. Чтобы некоторые звуки просто отключить. Чтобы был хоть какой-то контраст между вступлением и основной частью. Еще можно сделать такую прикольную штуку. Чтобы звук на протяжении вступления такой разлетался, разлетался, разлетался. А потом перед самым началом дроп такой хлоп и собрался. Для этого мы можем автоматизировать шиммер. Для этого также включаем эту функцию. Вот так вот крутим что-то. Правой кнопкой мышки снова сюда. Create Automation Clip. Copy Value, чтобы запомнить наши 12%. И поставить их сюда, там где будет дроп, чтобы он у нас не менялся. А вот здесь вот можно сделать какой-нибудь разлет. Вот какой-нибудь. Вот, начиная вот до этого. Потом хлоп резко. Вот так. И вот так. Чтобы типа... Ну нет, это слишком сильно. Окей. И еще какой-нибудь... Надо сделать. Какой-нибудь вот этот... White Noise Sweep. Так скажем. Посмотрим, что нам предложит Mike Jara. Но пока что мы можем еще Street Ambience сюда засунуть. Только убавим его. Да. И вот это то, что нам нужно. Только... Давайте и нам его укоротим. Да, то что нужно. Да. И вот этот звучок. Только его тоже убавим. Вот как-то так. Еще во вступлении можно сделать такую же фишку с Little Alter Boy. Только на октаву вниз. Уверен, что тысячу раз вы подобные эффекты уже слышали. Так что делаем его Create Automation Clip. И он будет играть у нас во вступлении. И еще он будет играть у нас в проигрыше, который мы прямо сейчас и сделаем. Вот в этой части его можно уже отключить. Да, вот в этой части, где там такая яма, мы ее отключаем, этот эффект. Делаем Make Unique снова Cove Bella. И дорисуем. Да, дорисуем ноток сверху. Здесь почти везде один и тот же ритмический рисунок. То есть вот так, вот так. И потом нотка вот здесь. И здесь я хочу сделать пробежку на одной, второй. Вот так. Ctrl-U тоже на C-Sharp. И вот так просто тянем. Может чуть погромче даже. Окей, по-моему прикольно. Даже вот здесь вот можно сайдчейн убрать. Клонируем наш кик сюда же. Кик за Make Unique, чтобы вот в этих настройках ему отпилить вверх. И еще резонансик дадим немножко. Добавим сюда snare и бас. Давайте бас тоже за Make Unique. И мы что-нибудь простенькое с ним сделаем. Типа вот так. А если наоборот вниз? Да, так лучше. Добавим сюда вот всякую вот эту ерунду. Потом у нас идет парт вот с этим эффектом на голос. Little Alter Boy'ем, вакодером. И после этого я сделаю парт без голоса. С вот этим подъемом ковбелла на 12 полутонов. И на выход можно поставить вот снова. Вот этот же самый парт. Сначала без сайдчейна, потом с сайдчейном. Теперь пришло время закинуть на мастер Озон 9. Но вот только мы не будем пользоваться в нем максимайзером. А пойдем в эквалайзер в режиме Mid-Side. И в режиме Side просто... Вот так довольно жестко обрубим низ в сайде. И добавим немножко верха и середины. Потом Vintage EQ. Подрежем в 700 Гц. И после этого имиджером дадим Gentle Weave. А громкость разгоним просто клипером. Звучит уже неплохо. Осталась одна финальная фишка. Один штрешок, можно сказать. Мы сейчас все это зарендерим. Естественно, в WAV 24 бита туда-сюда. Закидываем в новый проект то, что мы зарендерили. И прошлый проект был Temp 105. Поэтому ставим Temp 105. Теперь открываем его настройки. Включаем в моде Stretch. Потом обратно переключаем на Resample, чтобы зафиксировать длину трека. И просто включаем и замедляем. И сразу плюс сток атмосферности. Вот такой фонг-хаус получился. Если тебе это видео понравилось, обязательно нажми на лайк. Прямо-прямо-прямо сейчас. Потому что это не только помогает продвигать это видео по алгоритмам YouTube. Но и помогает мне морально. Это дает заряд мотивации, чтобы делать новые интересные видео. Ну и напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмэкингу в стиле новой школы и трэпа от А до Я. Который в том числе подойдет и новичкам. Он стоит 3290 рублей. И чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылка на меня есть в описании прямо под этим видео. Так что напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс. Ну и конечно подпишись на канал. Кнопочка подписаться есть внизу. Потому что если это видео тебе понравилось, другие видео понравятся точно. Ну и на этом у меня все. С вами был Стас Гарфпрод. И я уже жду вас в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok